Приветствую всех! Хотите ли вы знать, во что играли ваши прапрапрадеды в далекие незапамятные времена? Тогда добро пожаловать на канал True Games Lovers, а это обзор Do Point Hospital. В далеком 1997 году, во время Первой Вселенской войны, когда самураи сражались с жидодинозаврами, вышел экономический симулятор под названием The Hospital, где нам предстояло управлять, как вы думаете, чем? Правильно, частной больницей. Игра имела интересный и приятный геймплей, хорошую картинку по тем временам, а также неподражаемый черный юмор, где, например, если у вас опухла голова, то ее просто протыкали иголкой, словно мяч, и надували заново, до нужного размера. Все это полюбилось триллионам игроков и сделало старушку The Hospital культовой. Но потом шли годы, а продолжение ее так и не появилось на свет. Было несколько подражателей, о которых я, пожалуй, не буду говорить, потому что после этого мне придется мыть рот с мылом. Настолько все было плохо. И вот в 2016 году двое из создателей The Hospital образовали студию Two Point Studios. Они позвали композитора, работавшего над первым госпиталем, на роль консультанта и начали клепать свой The Hospital с блокджеком и клизмами. А вот что у них вышло, мы сейчас и разберем. Хотя разработчики и предпочитают говорить, что Two Point Hospital это совершенно новая игра, а не Riskin Zem Hospital. Но нас ведь не обмануть. Two Point и Zem как твоя подружка и ее мама в лучшие годы ее молодости. Вроде и разные люди, а похоже до жути. Здесь у нас есть больница, которой мы должны принести процветание, а для этого у нас есть 4 вида персонала. Врачи, младшие работники, администраторы и санитары. Разный персонал выполняет разные задачи. Врачи и младшие медработники лечат и диагностируют болезни, администраторы сидят в регистратуре или торгуют шерпотребом, а санитары убирают. Чинят, апгрейдят, поливают цветы, ловят призраков. Если в общем-то подумать, то санитарам должны платить больше всех. У каждого из работников есть свои характеристики. Кто-то вечно недовольный, кто-то наоборот приносит счастье окружающим, кто-то разбрасывает мусор по всей больнице и не моет руки, а кто-то в любой непонятной ситуации поливает цветы. Да, насчет юмора у игры все в порядке. Забавные болезни с забавными способами лечения, смешные имена и фамилии, прикольное описание заданий, кабинетов, предметов. В общем, тут есть на чем посмеяться. Кроме личных характеристик, у наших работяг также есть и приобретаемые навыки. Здесь как способности, позволяющие заниматься чем-то, что недоступно обычному персоналу, например, хирургия, психология или ловля привидений, так и обычные улучшения характеристик. Быстрее ходит, лучше лечит и так далее. Можно покупать работников уже с бонусами, а можно и обучать их, когда они повышают уровень, приобретая необходимые вам умения. Но не более пяти способностей на человека. И кстати, нужно не забывать, что если вы хотите более опытный персонал, то и платить им придется больше. Стоит это того или нет решать вам. А теперь насчет самой больницы. А точнее больницы. Игра поделена на уровни, где каждый уровень это отдельное лечебное заведение со своими задачами, а иногда и особенностями. Выполняя основные задачи, мы получаем звездочки, словно в Angry Birds. Для открытия следующего уровня нам достаточно одной звезды. Но если ты хочешь открыть предметы и улучшения, которые зачастую облегчат дальнейшее прохождение, а также чтобы пацаны во дворе уважали, то будь добр, впахивай, пока не получится трехзвездочное заглядение. А чтобы заветные звездочки у нас появились, нам в каждой из больниц придется строить три вида основных кабинетов, которые необходимы для лечения больных. Кабинет общей практики, кабинет диагностики и кабинеты со спецоборудованием, которые могут лечить лишь определенные болезни. По этим кабинетам и будут ходить больные, чтобы выздороветь. Также нам нужно будет строить туалеты, комнаты отдыха, регистратуру, ставить скамейки, автоматы с едой и водой, мусорки, антисептики, нужно украшать кабинеты и саму больницу картинами, коврами, тумбочками, фонтанами, стульями и много-много-много чем еще, так как это все влияет на потребности людей. Они тут хотят пить, есть, веселиться, хотят, чтобы их мочевой пузырь был в кустках, голова учащегося на каникулах и радуются, если вокруг все чисто и украшено, а температурный режим не заставляет их мерзнуть или потеть. А если ты будешь игнорировать их потребности, то они ломанутся из больницы, словно крысы из Титаника. В общем тут есть чем заняться. И это не говоря о том, что нужно следить, чтобы персонал выполнял нужные задачи, а больные не дохли как мухи. В итоге на поздних этапах игра превращается в пошаговую стратегию. Ставим на паузу, отдаем пару десятков приказов и перетаскиваем персонал, если нужно. Запускаем время. Пытаемся все контролировать в течении 30 секунд, потом понимаем, что нихера не успеваем, вновь ставим на паузу и все по кругу. И это офигеть как весело. Серьезно, в этой игре вы всегда найдете чем заняться. Two Point Hospital вернула меня в детство, подарив те же самые прекрасные мгновения, которые дарили мне в детстве Zem Hospital и Zem Park. И хотя, как я уже говорил ранее, создатели и отрицают это, но это все тот же изумительный Zem Hospital, который покорил секстильоны геймеров в 90-х. Ну а теперь о грустном. Как и любая бочка меда, игра не обошлась без своей ложки коричневой субстанции, которая совершенно не шоколадная. Интеллект тут далеко не идеальный. Как больные, так и доктора могут застрять где-нибудь и не понимать, как им выйти в дверь или залезть в рентгенаппарат. Из-за этого могут организоваться огромные очереди в кабинет, а потом смертность в вашей больничке значительно подскочит. С логикой установки предметов тоже не все в порядке. Приведу один из примеров. Картину нельзя повесить над огнетушителем, потому что они мешают друг другу. Хотя картина вешается сверху, а огнетушитель ставится снизу. В то же самое время вы можете поставить какой-нибудь шкаф к стене, и он совершенно не помешает повесить картину. Возможно вы скажете, и что, нашел мне предъяву. Но, секундочку. Дело в том, что игра иногда позволяет поставить рядом предметы, которые несовместимы. Через какое-то время она понимает, что вы поставили что-то не так, и просто блокирует всю комнату для изменений. А предметы, которые нужно переместить, помечаются значком. И никто вам не говорит, что у вас в комнате что-то не так. В первый раз я потратил кучу времени, пока не понял, почему строительство вдруг резко стало недоступным. Еще хотелось бы рассказать о баге, когда у меня появился кабинет Шрёдингера. Кабинет вроде есть, а вроде и нет. Вроде место занимает, а работать в нем нельзя. Но это единичный случай, о котором я рассказал только потому, что он показался мне забавным. Также упоминание о достойной миссии в государственной больнице, где деньги мы получаем только за выполнение заданий. Миссия кажется крайне сложной, пока ты не понимаешь, что больные вообще здесь не нужны. В итоге я просто выгнал всех больных, кроме нужных мне по заданию, и легко получил звезду. Вообще, если в игре все плохо, один из самых простых способов все улучшить, это начать выгонять больных. И это странно. Так как штрафа за это вы никакого не получаете. Еще из минусов могу отметить то, что в игре почему-то не свободного режима. Да и цена для многих может показаться кусачей. Последнее, что нужно выделить, это сетевые возможности проекта. Да, 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 вы не ослышались. Именно сетевые. Тут есть дополнительные задания, где вы должны обогнать по какому-либо показателю своих друзей или рандомов. Например, вылечить больше людей за отведенный период, или заработать больше денег. И я сейчас покажу, как это работает. Берем миссию. И о господи, какой накал страстей. Как кто же победит? Как это вообще работает? Ну ладно, дабы не затягивать, я немножко промотаю вперед. И о да господи, победа! Как же это было потно! В награду вы получаете несколько крутосов, на которые можно покупать закрытые изначально предметы. В ответ на эту рудиментарную функцию, я хочу сказать лишь одно. Если спиннер засунуть в жопу корове, то вертолет из этого не получится. Поэтому, надеюсь, в дальнейших играх судей, они или уберут сетевые задания, или хотя бы их значительно переработают. И да, планы у компании на другие игры есть, причем в этой же вселенной. Поэтому ждем 2поинт парк, 2поинт прессон, 2поинт лайф 3 и так далее по списку. И несмотря на недостатки и маленькое количество свежих идей, я оцениваю этот проект на 8 баллов. И желаю успеха команде. Хотя, из-за ностальгии поставлю все-таки 9. Ха, вот. Хотя, если вспомнить, как у меня подгорало от тупищего интеллекта, то это не более 6,5. Поэтому поставим средний балл, а это будет 8 плюс 9 плюс 6,5 минус 7 делить на что? А на что там делить? Если тебе понравился видос, то с тебя лайкос. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Также можете заскочить к нам на твич, ссылочку я оставлю в описании. Всем всего и до скорого на True Games Lovers.